В Волжском прошел выездной прием уполномоченного по правам ребенка в Волгоградской области. Детский правозащитник Нина Болдырева выслушала просьбы десятков горожан. Люди рассказывали, с какими проблемами сталкиваются их семьи. Достаточно часто это случай лишения малолетних прав на жилплощадь, а также слишком высокая плата за дополнительное образование. Выслушала эти и другие вопросы и наш корреспондент Ирина Горшинина. На личную встречу комбудсмену выстроилась целая очередь. В основном это многодетные семьи, в которых воспитываются приемные дети. Проблем в таких ячейках общества немало. И часто, чтобы решить их, необходима помощь уполномоченного по правам ребенка. Например, как в случае с семьей Лешковских. Мать семерых детей Светлана обратилась к Нине Болдыревой с просьбой разобраться в вопросах оказания платных услуг в школе. Она рассказала, что ее ребенок посещает курсы, за которые родителям приходится платить более трех тысяч рублей в год. Для бюджета многодетной семьи такая сумма неподъемна. Омбудсмен пообещал разобраться в этом вопросе. Прежде всего, предстоит выяснить, какая организация оказывает платные услуги. И если это коммерческая структура, то их придется попросить сделать исключение для семьи Лешковских, чтобы ребенок мог бесплатно получать необходимые знания. Делаем. Так, попытаемся, чтобы этот вопрос был решен. И как-то у меня почти нет сравнений, что решим этот вопрос. Несмотря на то, что прием проводился для волжанку, полномоченному по правам ребенка, с просьбой помочь приехали жители Средней Ахтубы и даже из других регионов. Ольга Шарова живет в Твери. Решила усыновить мальчика из Волжского дома малютки. Прошла все необходимые процедуры, но, приехав забирать ребенка, столкнулась с бумажной волокитой. И уже больше двух недель не может получить нужные документы. Попав на прием к омбудсмену, вопрос удалось решить прямо на месте. Все уже в удушевлении, уже предвкушение, что завтра уже заберу своего сыночка и уеду домой. Практика выездных приемов уже оправдала себя, говорит Нина Болдырева. Решить спорные вопросы, конечно, прямо на месте удается нечасто. А вот получить развернутую консультацию человек может всегда. Именно для этого на приемах присутствуют специалисты из органов опеки, управления образования. Обычно, когда мы проводим выездной прием, мы просим, чтобы администрация того муниципального образования, где мы его проводим, предоставила своих специалистов, чтобы люди тоже послушали, и была бы возможность на месте какие-то вопросы решить. Уполнобоченные по правам ребенка Нина Болдырева сложные вопросы, прозвучавшие в ходе нынешнего приема, взяла на личный контроль и обратила внимание чиновников на необходимость регулярно встретить жителями для решения проблем в сфере материнства и детства. Ирина Горшинина, Андрей Истомин и компания Ахтуба.